Всем привет! Меня зовут Максим и я купил капсулу времени. Это BMW E36 1993 года, которая простояла на одном месте последние 12 лет. Вам, наверное, сложно будет в это поверить, но ее реальный пробег составляет всего 130 тысяч километров. Серьезно? Вы не ослышались? 130 тысяч километров для машины 1993 года. Предыстория. Я целый год искал себе купе в этом же кузове. Живые хорошие варианты уходят среди своих. Они не выставляются на продажу. Я нашел один неплохой вариант, приобрел ее, покатался на ней две недели и как-то понял, что хочу найти вариант в разы живее. Но на самом деле это была лучшая купе из тех, которые я видел. Я принял решение смотреть среди седанов и турингов. Но там все было еще печальнее. Все автомобили, которые висят на площадках объявлений, это максимально заколхоженные, гнилые тачки, просто в которые лезли какие-то, не побоюсь этого слова, кривые руки. Машины висят за оверпрайс. Даже за оверпрайс ты приезжаешь. Эта машина выглядит так же, как и за самый минимальный прайс. Разницы никакой нет. Все сами ставят себе ценник, а машины от этого лучше не становятся. Этой модели на сегодняшний день уже почти 30 лет. Естественно, с московскими реагентами живых почти не осталось. В процессе я уже опустил руки и решил отдохнуть от поисков. В один прекрасный день, когда мы ехали смотреть Димона по сатике, это было еще до покупки 36-й, в перерыве я решил заглянуть на авито, и тут я увидел ее. Я еле дозвонился до продавца, его телефон просто разрывался. Мой телефон разрывается. Если вам интересно, как я уломал его, ведь я звонил не первый, и полная история покупки, напишите об этом в комментариях. Мы запишем ролик на эту тему. Если кратко, я уже на месте. Мы поднимаем ее на подъемнике. Димон смотрит на меня с выпученными глазами, улыбается и просто не понимает, куда смотреть. Я сам смотрю на днище и удивляюсь этому. Там нет ни одного намека на коррозию. По крайней мере, не было. И, кстати, если вам интересно, на что обращать внимание при покупке 36-й, какие у нее есть проблемные места и как распознать переваренный вин, также напишите об этом в комментариях. Мы заснимем об этом отдельный ролик и как раз покажем ее днище. В общем, после нескольких часов проверок и бумажной волокиты я забираю ее. О торге не могло быть и речи, но я попробовал. В итоге, что мы имеем? 36-я в кузове лимузин. А именно так они называются в Германии. В офигенном цвете диамант шварц металлик. Это черно-серый металлик. На свету он круто переливается блестками и отдает в серый. В темноте он кажется черным. Под капотом 1.6 М40. Это самый доисторический мотор, который ставился на 36-е. Самая простая комплектация. Тут даже нет передних электростеклоподъемников. Но зато тут есть то, что заставляет забыть об этом. Это максимально живой кузов и люк. Ручной люк. Вы сами должны понимать, что BMW это конструктор. И дооснастить любой опцией легко. А вот оснастить машину новым кузовом законно у вас вряд ли получится. Когда я ее забрал, в некоторых местах можно было даже разглядеть остатки мха. Все зазорчики просто тютелька в тютельку. На передних стеклах была тонировка. Аж три слоя. Первый из которых, возможно, был заводским. Давайте перейдем к подкапотке. Когда мы ее забирали... Здесь была паутина. Даже не было следов открытия масляной горловины. На данный момент я уже немного обслужил ее. Поэтому здесь стало почище. До меня, в последний раз, масло в этот мотор заливалось. Аж в 2008 году. Здесь нет никаких течей. Небольшое запотевание патрубков бачка гидроусилителя я уже устранил. Мотор просто шепчет. Врум-рум, а тут пока. Родные бошевские линзованные фары, которые ни разу не вскрывались. Здесь даже не откручивались крылья, как вы можете увидеть по болтам. Да и вообще, в этой машине все оригинальное. За исключением некоторых деталей. Что у нас по подвеске? Новые стойки Бельштайн в круг, поставленные предыдущим владельцем. Новые задние пружины, заказанные предыдущим владельцем с Германией. Они более жесткие и высокие. Кстати, задние тормоза здесь барабаны. Но им здесь осталось недолго. Машина была обута в оригинальные штампы и новую зимнюю резину. Хакапелита 4, которая уже не производится. Давайте покажу вам салон. Сейчас вы увидите, как он сохранился за 130 тысяч. Все маркировки как новые. Оригинальный руль, вся текстура на месте. Небольшой глянец слева, но это простительно. Кулиса максимально тугая. Такую я в BMW не встречал. Обычно пятая входит вместе с консолью в колено пассажиру. Непросиженные сидения с небольшими нюансами. Но как-никак машина таки не новая. 130 тысяч все-таки не один километр. Есть некоторые приколы, но источник этого я узнал только недавно, когда пошли дожди. Как оказалось, когда-то давно, до меня, с люка слетели сливы. И все это время, пока машина стояла, вода потихоньку капала в салон. Естественно, обшивка потолка это не пережила. В каких-то местах тут даже образовалась плесень. Немного обвисшие обшивки карт, но это стандартная болезнь для 36-й. Кстати, все ручки стеклоподъемников, внешние ручки открывания дверей, петли, да и вообще все движущиеся механизмы в этой машине были настолько тугие. Все пришлось смазывать, разрабатывать. Машина буквально остолбенела после простоя. Черными козырьками и индивидуальным плафоном освещения машину уже доукомплектовал я. Историю об этом вы увидите в следующих роликах. Кондиционера здесь нет, бортового компьютера тоже. Как я и говорил, комплектация максимально простая. Зато здесь нечем ломаться. Вместо тахометра часы. То есть комплектация все-таки люкс? Нет. Это показатель мотора 1.6 М40 под капотом. Но парадокс, вся обшивка торпеды, дверных карт, весь пластик, пепельницы, все в идеальнейшем состоянии. Просто как новая. Текстура, цвет, никакой грязи в порох. Центральных консолей сейчас нет. Обшивки я демонтировал. По одной простой причине. Они были вымазаны непонятно в чем, в какой-то краске. Все это пыталось испачкать мне одежду. Я не стал их оттирать и просто выкинул. Но на самом деле уже немного пожалел. Так оказалось, что найти их с живыми креплениями нереально. Они отщелкиваются при снятии. Но я думаю, я все-таки найду. Как и машину. Нашел же. А, год искал? Нашел. По салону, в принципе, все. Давайте перейдем к багажнику. Крышку багажника поменял промежуточный хозяин. Так как родная была раскурочена вандалами, которые украли музыкальный усилитель. И задние динамики. Он ее отвратительно покрасил. Так же, как и переднее правое крыло. Верхняя часть задних фонарей была затонирована лаком. Но мы это успешно смыли перед постановкой на учет. Так до этого докапываются. Кстати, до меня фонарей никто не снимал. Обшивку я отсюда демонтировал. Потому что она дребезжала. Полный набор бомешных инструментов. Лежит в гараже. От него я здесь оставил только крюк. Остальное мне, в принципе, не нужно. Что тут еще рассказать? Багажник как багажник. Сюда влезет мой велосипед. Что тут еще скажешь? Багажник как багажник. Как раз под мой велосипед. Влезут мои покупки. Если они не будут длинными. Так как седание, задняя спинка не складывается. Запаска на месте. Оригинальный домкрат. Ниши запаски в идеале. Брат Антохи распечатал мне на 3D принтере держатель пола багажника. Которого здесь не было. Он был провален. И все пакетики съезжались в центр. Ну что? Я думаю, самое время подвести итоги. Машину я забрал за 160 тысяч рублей. Взял я ее, естественно, не просто так. Это только начало проекта. Что с ней будет происходить, вы увидите. Я это покажу в последующих видеороликах. Каждое вложение. Каждые купленные детали. Я буду записывать наименования и артикулы. Сколько стоят какие-то запчасти. Сколько стоит тюнинг. Как все это будет выглядеть. С какими вложениями вы, возможно, столкнетесь при покупке и обслуживании подобного автомобиля. Я буду постепенно вносить какие-либо изменения в этот автомобиль. Изменения конструкции. И каждый раз мы будем записывать мои эмоции и ощущения после определенной доработки. Может быть, кому-то это будет полезно. Понять, как машина изменится в поведении. После какого-то дооснащения или тюнинга. С этой секунды начинается счетчик вложений в эту машину с учетом ее стоимости. Там будет звук. Жекич, извини. Нормально, нормально. Вообще, первоначально я искал купе под свап, под дрифт и так далее и тому подобные дела. Но, найдя эту машину, если честно, мне как-то жалко пускать ее в дрифт. Поэтому, возможно, с ней произойдет что-то очень интересное. Все это вы увидите на нашем канале. Все наши автомобильные движения. Не забывайте поддерживать нас лайком. Подписаться на наш канал. Кому был полезен и интересен этот ролик, обязательно оставляйте комментарии. Мы будем на все отвечать. Пишите ваши пожелания. Возможно, у вас есть идеи, что вы хотите увидеть. Или что вы хотите, чтобы мы вам рассказали об этой машине. Да и вообще в целом о мире. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новостях с нашего канала. Ждите новых роликов. Был рад знакомству. Всем пока. Ждите новых роликов. Субтитры сделал DimaTorzok